Истец, представитель страховой компании, предъявляет регрессный иск о компенсации ответчикам суммы страхового возмещения в размере 216 тысяч 500 рублей. Ответчик Павел Тарасов с иском не согласен. Здравствуйте. Присаживайтесь. Удобно вам так? Не совсем. А вам? Конечно. Я рядом с собой поставлю. Вот так, я думаю, вам будет лучше. Так, слушаю вас, истец. Я представляю интересы страховой компании. Так. Я предъявляю регрессный иск Павлу Тарасову, в результате незаконных действий которого пострадали в ДТП два автомобиля нашего клиента, застрахованные по полисам Каска. Дело в том, что ответчик грубо нарушил правила дорожного движения. Он выскочил на дорогу перед автомобилем Мерседес, водитель которого, спасая жизнь ответчика, вынужден был применить ей экстренное торможение. В результате чего в Мерседес врезался автомобиль охраны, джип, следовавший сзади. Так. Все это происходило, на глазах множество свидетелей, в присутствии сотрудника ДПС. Ответчик пытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать. Но наша доблестная милиция работает хорошо, от нее невозможно скрыться. К счастью, это так, Ваша честь. По факту аварии... Я не закончил. Честным гражданам. Продолжайте. Безусловно. Благодарю вас, Ваша честь. Итак, по факту данной аварии был составлен протокол, а также схема ДТП, из которой следует, что причиной ДТП был пешеход, переходивший улицу в неправильном месте и создавший помехи в движении транспортных средств. Дальше, на ответчика был составлен административный протокол, а также выписано постановление, квитанция о наложении на него штрафа. В размере 300 рублей, согласно статье 12.30. Ну, правильно, за нарушение пешеходам правил дорожного движения. Да. Ну, я понимаю. Какое правило? Сумма иска-то какая? Ответчик. Я просто хотел отметить, что данные документы подтверждают непосредственную вину ответчика. Сумма иска. Итак, поскольку страховая компания вынуждена была произвести страховые выплаты в размере 123 тысяч рублей на «Мерседес» и 93 тысячи 500 рублей на «Джип», она понесла убытки по вине ответчика на общую сумму 216 тысяч 500 рублей. Мы просим суд взыскать с ответчика эту сумму. Итак, 216 тысяч 500 рублей. «Истец» хочет взыскать с вас ответчик. Как вы относитесь к заявленным требованиям? А вы пока передайте мне все документы. Ваша честь, я протестую. Протестуете? Против чего? Почему он говорит, что я что-то нарушал? Эти дебилы, они вообще сами ездить не умеют. Какие дебилы? Да какие дебилы? Шоферы, блин. Простите, у вас есть копия квитанции о штрафе? Копия квитанции, да. Она выписана за нарушение? Она выписана за нарушение. Вы знаете, за что мне ее написали? Я знаю. Мне ее заставили написать, понимаете? Вы меня просто не отпускали. Павел Сергеевич, давайте-ка вы расскажете свою историю в свободном рассказе. Хорошо, Ваша честь. И поясните, почему вы пришли с ведрами на голове в суд, да и друзей с собой привели, втроем пришли? Ваша честь, дело в том, что мы с ребятами, мы активисты, мы против мигалок. Мы боремся против мигалок, потому что жизнь становится невозможна. Ну как же, оперативные машины должны же иметь преимущественный проезд. Оперативные? Я считаю, что машины скорой помощи, машины милиции, и допустим, если человека везут с реанимацией, то да. Но почему-то эти козлы, они ездят с мигалками, где хотят и как хотят. Как хотят. Вы знаете, чья это машина? Чья? Кого везли? Депутата. Итак, вы нарушили правила дорожного движения, в результате чего было совершено ДТП. Ваша честь, я не нарушал никаких правил. Как это так? Дело в том, что я переходил дорогу, я встал посередине полосы и пережидал, когда проедут машины. Я выскочил из автобуса, вот так вот, когда переходил, и тут слышу стук. Одна машина, зад другой просто врезалась, и все. И тут выбегают здоровые бугаи, такие кабаны. И на меня, ну мне нечего делать было, я просто ретировался и начал убегать. А ведерко-то на вас надето было? Да, ведерко было, конечно. Ах, вот так. Обязательно. Понятно. То есть вы совершенно случайно вышли из автобуса, совершенно случайно решили перебежать дорогу, совершенно случайно оказалась ведерко на голове. Нет, не случайно. И совершенно случайно вот эти вот люди с мигалками в этот момент проезжали по этой дороге. Так? Да еще, судя по вот этим документам, по плану, который составил инспектор ДПС, это все происходило вне зоны пешеходного перехода. Ваша часть, вы понимаете, что я работаю буквально целый день. А вечером я учусь, мне нужно закончить институт. Я выхожу, сажусь на троллейбус. А в каком месте вы работаете? Я работаю на Кутузовском проспекте. Так. И там постоянно именно из-за них происходят пробки. Я по-другому никак не могу добраться. Я сажусь в троллейбус, троллейбус стоит. Я все время опаздываю на учебу. А стоит он почему? Да почему? А потому что едут они все с мигалками. И дорогу перекрывают? Дело в том, что дорога постоянно перекрыта именно вот в этот временной промежуток. Гаишники постоянно перекрывают дорогу, чтобы дать проезд. Понятно. Позиция ваша ясна. Ваша честь, я абсолютно не причастен в ДТП. Дело в том, что я переходил дорогу, да, на мне было надето синее ведро, и возможно водитель засмотрелся на меня. На ведро? Да. Ну, может на ведро, я не знаю, что его внимание в данном момент привлекло. Наверное, вы к машине прикасались? Нет, я вообще не прикасался к машине абсолютно, ни при чем. Подождите. Что есть? Выведите этих людей. Не знаю. Им бы голову до мозгов вместо ведера, так... Владимир Андреевич, спокойно. Представьтесь. Осипов Владимир Андреевич, я депутат городской думы. Машина действительно оформлена на меня, и на машине имеется проблесковый, вполне официально разрешенный маячок. Вот, кстати, все разрешительные документы. Вы находились в автомобиле, когда произошло ДТП? Да, я находился в автомобиле. В тот день я ехал на работу, опаздывал на заседание, хоть движение было малотекущим, но, тем не менее, я опаздывал. Маячок был включен. Ну, куда вы опаздывали? Молодой человек, подождите, выслушай. Не даете людям, я не спокойно. Я судье даю сейчас объяснение. Уважаемый господин свидетель, скажите мне, пожалуйста, а в каком направлении вы двигались? В сторону городской думы. Как же так? По плану, который составили сотрудники ДПС, вы двигались из города? Я не знаю, какой план составили сотрудники ДПС, но мы ехали именно в ту сторону. Я требую, чтобы вы объяснили суду, в каком направлении вы двигались, почему у вас были включены проблесковые маячки, и какое мероприятие и на какое время было назначено. Ваша честь, если я прибыл сюда дать свидетельские показания, это не значит, что я должен рассказывать все. Извините меня, но есть иногда информация, которая, в общем-то, закрыта для широкой публики. Никакой широкой публики здесь нет. Здесь присутствует суд и стороны. Выполняя ваши требования, я отвечаю, уважаемый, ваша честь. Мы ехали на заседание городской думы. Каким маршрутом, простите, я могу, наверное, выбирать сам, каким маршрутом мне ехать на это заседание. Конечно, двигаясь из Москвы, вы хотели попасть в центр Москвы. У меня были еще неотложные дела, которые я мог сделать по пути. За 35 минут до начала этого самого заседания? Совершенно верно. Я бы успел. Так вот, я предупреждаю вас, уважаемый свидетель. В области дешевле. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И если вы посмеете еще раз обманывать или попытаться обманывать суд, я вынесу частное определение и направлю это определение в городскую думу. И я думаю, что городская дума примет соответствующее решение по данному вопросу. Это ваше право. Я знаю, что это мое право. И это право мне дал народ. Что произошло на дороге? На дорогу неожиданно, как черт из табакерки, выскочила фигура мужчины. Со стороны встречной полосы движения, из-за автобуса, как позже выяснилось, это был ответчик. Так, увидев, что ДТП совершилось по его вине, он пустился на... Не стыдно, такое ДТП. Вы пустились, молодой человек, на утек. Я еще тогда подумал, наверное, это последователи движения, вот это, в борьбе за... Такое ДТП, ну, конечно, два упала, вышли с машины, я буду стоять, да, здравствуйте. Движение, да, синенькие вот эти ведерки, вам бы немножко ума и головы, вот в эти ведерочки, да. Свидетель, я понимаю, что, наверное, сидя в чиновничьих кабинетах, всех считаешь не очень умными и предупредительными по отношению к чиновникам, но все-таки ведите себя правильно, это во-первых, а во-вторых, у меня к вам вопрос. Хорошо, вы двигались на заседание Думы, которое было назначено, а во второй-то машине кто ехал? Во второй-то машине, как всегда, за мной ехала джип, моя машина джип с охраной. Какой охраной? И там я только устроил... Вам? Вам не положена государственная охрана. Ну, это мои... Что ваши? Внутренние дела, извините. Тогда? Тогда, да, вы имеете право нанимать охрану, но эта охрана, которую вы нанимаете, не имеет права ехать с проблесковым маячком. А проблесковый маячок был на моей машине, на первой машине. Ах, только на первой машине? В него и врезалась, ваша честь, простите, что перебиваю. Мой водитель был... У него водитель баран, потому что... Понятно, тогда у меня к вам вопрос. Отвечем, я не задавал вам вопросы. Если вы еще раз нарушите правила поведения в судебном заседании, порядок судебного заседания, я вас оштрафую. Прошу прощения, ваша честь. Значит, у меня к вам еще один вопрос. А как так получилось, что ваша машина охраны столкнулась с вашей-то машиной? Ну, мой водитель, который вел машину, в которую ехал я, он, конечно, проверенный уже опытом, он моментально отреагировал. И вдруг я почувствовал действительно удар сзади. Там я недавно взял молодой парень, водитель. Конечно, я его уволил за дилетантство, я не потерплю в дальнейшем. Но, тем не менее, он въехал в нас. Потом они пустились. А вам знакомы правила дорожного движения, в которых написано, что необходимо соблюдать дистанцию, а не двигаться бампер в бампер, как двигаются зачастую вот эти автомобили. Бампер в бампер, за что и был наказан. Прошу заметить, ваша честь, что виновным, прошедшим ДДП, признали ответчика. Я это заметил давным-давно. Суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Факт нарушения правил дорожного движения ответчиком по настоящему делу не является основанием признания его вины в материальном вреде, который причинен автомобилем. В соответствии с правилами дорожного движения водитель обязан соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Из материалов дела усматривается, кстати, из тех документов, которые вы представили, уважаемый истец, что данный пункт ПДД игнорировался водителями автомобилей, которые двигались в сторону из Москвы. Несмотря на то, что административные здания находятся в центре Москвы, истец не доказал причинно-следственную связь между нарушением ответчиком правил дорожного движения и дорожно-транспортным происшествием, которое, по мнению суда, произошло по вине водителей, которые управляли автомобилем. Доказательства обратного в материалах дела не имеется. Поэтому я отказываю вам в удовлетворении вашего требования о взыскании с ответчика заявленной вами суммы. Но это еще не все. Суд направляет частное определение в адрес организации, в которой вы, уважаемый свидетель, работаете. Потому что в соответствии с федеральным законом вы не имеете права пользоваться проблесковыми маячками. Вы не входите в число тех лиц, которые включены в постановление правительства Российской Федерации. Пользуетесь вы этими проблесковыми маячками самовольно. Поэтому администрация будет выяснять, почему находились эти маячки на вашей крыше, и каким образом и кто будет нести ответственность за данное правонарушение. Вам решение суда понятно? Стороны? Да, ваше честь. Слушание дела окончено. Решение суда. В иске отказать.